В Хабаровске перекрыли движение на большом участке дороги по улице Павла Морозова. Причиной стал экстренный ремонт дорожного полотна, и хотя проблема появилась больше недели назад, решить ее не удалось. Опасный участок закрыли для транспорта. В результате в южной части города образовались огромные пробки. Ирина Забродина с подробностями. Неделю назад на перекрестке Павла Морозова и Радищева уже сосыпали яму и укладывали новенький асфальт, но буквально на следующие сутки на нем появились трещины. Впрочем, рабочие так и сказали, что из-за большой воды не удается установить точную причину, почему это происходит, и, соответственно, произвести капитальные работы. Поэтому яма, скорее всего, появится снова. Собственно, так и случилось, и, как видим, ситуация еще усугубилась. Неделю назад пострадал лишь небольшой участок. Сейчас из-за просадок асфальта пришлось полностью перекрыть дорогу от одного перекрестка до другого. В южной части города образовались километровые пробки. Едем с 10 часов в Красной речке. Очень обидно. Столько времени потеряли. Вот мне надо в интерплату попасть, например, на работу в оси, я не могу. Дербанк, сервис, заявки не исполняет. Стою. Клиенты реагируют? Ну как, заявки летят, а что сделаешь? Поставить знаки на въезде на Пионерскую. Это элементарные вещи, которые можно организовать. То есть пустить потоки не через эту улицу, а через Краснореченскую и 60 лет октября. Я просто поражаюсь. Мы обращались за официальным комментарием, сказали, что он будет только завтра. Тем не менее, мы приехали на место события. И, как видим, здесь уже работает специальная комиссия. Ну попробуем выяснить, какие будут приняты решения. К большому котловану, вырытому на дороге, направляется внушительная делегация. Представители администрации города, сотрудники ГИБДД и водоканала. Здесь проходит железобетонный коллектор, над которым и проседает асфальт. Теперь уже в нескольких местах. Либо мы его, так сказать, тоже скрываем и восстанавливаем, либо будем наблюдать. Проседающие участки вскрыли. Вскрытие показало, внутри вода. Она вымывает грунт. Но почему это происходит именно здесь, дать точное заключение, специалисты смогут лишь когда уровень Амура уйдет за 4 метра. Предполагаем, что 3 года вода проходила сюда. Окончательно под дорогой ослабила грунт. Потому что он же находится на старых песках, плавунах было построено. И вот видно, это растекается. А нагрузка высокая на дорогу, самая интенсивная дорога. Совещание возле котлована длится около часа. Решение принято. Выбираем обводненный грунт, засыпаем его скальной породой. Для того, чтобы не было оползания, мы делаем дополнительную подушку чуть повыше и будем наблюдать. Точно такая же ситуация будет у нас в районе улицы Пересечения Павла Морозова и Радищева. Такие же мероприятия будут проделаны. В течение трех дней будут проводить замену грунта. Если после этого просадок не будет, дорогу заасфальтируют. Поэтому на сегодняшний день принято решение сделать объезд. Большая просьба, значит, учитывая данную ситуацию, больше пользоваться общественным транспортом по мере возможностей. Что происходит с улицы Павла Морозова, выясняли сегодня и на аппаратном совещании в правительстве края. Что у нас с ремонтом на улице Радищева? Я все выходные это наблюдал. Там не было ни одного рабочего. Хотя написано, что в течение шести дней аварийно-восстановительные работы будут завершены. Если они аварийные, почему выходные люди не работают? Чем помочь вам? Деньги нужны? Работники? Чем? Причина это подрусловые воды, которые подмыли улицу Пионерскую в районе канализационного самотечного коллектора. А когда справишься? Я уверен, что в течение пяти-шести дней. Помощь нужна какая-то от края? Нет, не нужна. Мы сами справимся, Михаил Владимирович. Ирина Забродина, Сергей Демьяненко, телеканал «Губерния». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!